МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что, какие ставки? Кто будет первым, а? Давай на колболь, попробуем. Посмотрим, улыбнется ли удачей. Номер 6! Номер 6! В чем отличие предыдущих? Вы знаете, каждая новая волна, она, конечно же, разная и отличается от предыдущих. Во-первых, тем, что мы каждый раз встречаемся с новыми талантливыми детьми. Каждый раз находим что-то в них особенное, несмотря на то, что вроде бы нам казалось, что мы уже все видели, все проходили и все все пели. Однако все равно находятся новые песни, новые образы, вообще другие дети, другие страны. Тут есть самая большая звезда. И это номер 3! АПЛОДИСМЕНТЫ Парабанная бровь. Одиннадцатый! Тебе нравится? Да. Парабанная бровь. АПЛОДИСМЕНТЫ Давай честно, многие ли ты таланты загубила сегодня своими оценками? Нет, губить я никого не собиралась. Мы с нашими коллегами судили очень строго. Но почти все, нет, могу даже сказать, что все справились на отлично. Самая низкая оценка, которую ты сегодня поставила, какая? Девять. Десять. Найн. Мне не было повода, чтобы ставить кому-то оценку девять или даже восемь. То есть всех одиннадцать или десять? Да, минимальная оценка десять. Семь. Семь? А ты суровый судья. Но всегда так, где хочешь, все время и дать, что ты зашли. Я пока присяду, ты рассказывай. Ну, рассказывай, рассказывай. Что рассказывать? Ну, рассказывай нам. Скажи, каково это быть членом жюри? Надо быть ответственным и справедливо ставить оценки. А как тебе больше нравится, быть ответственным или нет? Ответственным. Ответственным? То есть ты готов уже к взрослой жизни? Да. А невест нашел себе здесь? Нет, не нашел. Никто не нравится? Нет. Мне понравилось быть судьей, потому что для меня это новый опыт, и я насладилась процессом. Если вы решите меня обидеть, то этот строгий член жюри вас накажет. Я прав? Нет, я не могу сказать, что я была суровой. Потому что мне очень понравилось, как пели мои друзья. Я всем поставила очень высокие оценки. Есть талантливые дети, есть средние дети, и это вообще очень-очень трудно. Особенно, когда ты оцениваешь друзей. И когда ты оцениваешь, то есть я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. А теперь давай по секрету, какую оценку ты поставил, самую маленькую? Девять. Девять? А шесть не хочешь? Нет. Почему? Не знаю. Ладно, спасибо. Похоже, оценивать конкурентов действительно непросто. Совсем скоро наши юные артисты выйдут на большую сцену, а судить их будет настоящее профессиональное жюри. Но не будем забегать вперед. Об этом вы узнаете в следующем выпуске дневников детской новой волны 2016. Не пропустите. С вами был Костя Тарасюк. Пока.